Третья книга царств, глава четвертая И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их. Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макатце и в Шаалбиме, в Вевсамифсе и в Елоне и в Бевханане, Бен-Хесед в Арюбофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер. Бен-Авинадав над всем Нафаф-Дором, Тафаф, дочь Соломона, была его женою. В Аанна, сын Ахилуда, и Фаанахи, и Мегидо, и во всем Бевсане, что близ Цартана, ниже Израиля, от Бевсана до Абел-Мехола и даже за Иокмемом. Бен-Гевер в Ромофе-Галаадском. У него были селения Иаира, сына Манассина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Вассане, шестьдесят больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гидо, в Маха-Наиме. Ахимаас, в земле Нефалимовой. Он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Ваа-Алофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. Шемей, сын Елы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли тридцать коров муки пшеничной и шестьдесят коров прочей муки. Десять валов, откормленных и двадцать валов с падбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгааков, и откормленных птиц. Ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сынов Махолы, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песен его было тысяча и пять. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены, говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах, и приходили от всех народов послушать мудрости Соломона от всех царей земных, которые слышали о мудрости Ефана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!